Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня хотелось бы поговорить про дивиденды и вообще дивидендные акции. Что я думаю по дивидендам? Многие говорят о том, что российские компании не будут выплачивать дивиденды. Стоит ли это рассматривать? И что в принципе такое дивиденды? Как они считаются? И что это за такая дивидендная стратегия? Смотрите данное видео до конца, чтобы понять больше про работу дивидендных историй, как России, так и за рубежом. Но больше мы остановимся сегодня на российских компаниях. Но и не забываем забирать подарки, которые мы в последнее время раздаем для наших подписчиков на канал, для чего обязательно подпишитесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Ну а мы начнем. Итак, что же такое дивиденды? Какова природа дивидендов? Дивиденды это размер, часть чистой прибыли, которая направляет акционерное общество своим акционерам по итогам года. По итогам года почему так говорю? Потому что в России традиционно выплата дивидендов, как правило, происходит раз в год, но при этом дивидендной политикой компании может быть установлено, что дивиденды могут выплачиваться раз в квартал, раз в полгода, могут выплачиваться какие-то промежуточные дивиденды, могут дивиденды не выплачиваться, но потом в будущем выплачены, они консолидируются в размере нераспределенной прибыли, которая направляется на выплату дивидендов. То есть дивиденды это не что иное, как некий пул денег из размера чистой прибыли, которую заработала компания, которая причитается акционерам. И исполнительный орган юридического лица рекомендовал акционерному обществу выплатить эти дивиденды, ну и акционеры, соответственно, голосуют о том, когда это произойдет. Кто имеет право на получение дивидендов? Перед общим собранием акционерам, которые проходят, как правило, раз в год, происходит так называемая дата закрытия реестра. То есть, исполнительный орган обращается к регистратору фонда и говорит дайте, пожалуйста, мне, кто у меня является акционером на дату выплаты или определяется решением общего собрания какой размер денег из чистой прибыли, направляется на выплату дивидендов и, соответственно, эти денежные средства перечисляются по данным регистратора на счета акционеров. Часто происходит такое, что люди пытают выплату дивидендов с ценой компании. Это абсолютно разная история. То есть, цена акции определяется балансом спроса и предложения. То есть, если цена акции растет, а опять же, почему будет расти цена акции? То есть, спрос, как правило, растет, потому что увеличение дивидендов, размер дивидендов, размер числе прибыли, которую компания заработала и которая будет направлена на выплату акционеров, может она быть не направлена, но будет направлена на инвестиционную программу, что приведет к росту будущей выручки и размера чистой прибыли. То есть, все это сказывается на том, что ожидания по прибыли, они влияют стоимость самой акции на цену самой акции это больше спекулятивный доход вот дивиденды это та суть капитализма да то есть это квинтэссенция это живые деньги которые я получаю как акционер акционерного общества от размера заработанной чистой прибыли которые я могу потратить на свое усмотрение просто потратить еще акции купить в путешествие отправиться то есть это вот именно денежный поток который я реально получаю с активов поэтому не путайте изменения цены акции и дивидендов потому что акция в цене может не поменяться но примером может служить не знаю пример с газпромом да который там с 2008 года особо и не рос 2009 года особо не рос но при этом выплачивал дивиденды выплата дивидендов причем дивиденды выплатил в принципе столько же сколько стоили акции на в чем преимущество дивидендов основное ключевое преимущество заключается в том что дивиденды это деньги которые позволяют лично мне как акционеру увеличить долю владения акциями компании не за счет собственных средств не за счет собственного активного дохода а за счет того что мне этот доход сгенерирует сама эта компания то есть если я купил акцию там я не знаю на 100 рублей цена акции была 10 рублей то получается что если мне выплатить дивиденды в размере ну то есть я купил 10 акций по 10 рублей всего вложив 100 рублей и компания каждый год мне выплачивает дивидендную доходность десять процентов то есть на каждые вложены 100 рублей я получаю 10 рублей дивидендов то есть я каждый год могу купить еще одну акцию и таким образом получается что за 10 лет у меня акции будет уже не 10 штук а мне акция будет уже 20 штук и с учетом того что я буду получать те же самые 10 рублей дивидендов я уже буду получать не 10 рублей дивидендов, а я буду уже получать 20 рублей дивидендов. Количество акций, которыми я буду владеть, составит 20 штук. То есть, что у меня получается? У меня получается увеличилось количество акций за счет дивидендов. Не за счет того, что я еще свои 100 рублей принес, не за счет того, что я свои 10 рублей каждый год докладывал, а мне компания платила эти дивиденды. То есть, у меня увеличилось количество акций и у меня увеличилась общая сумма денежного потока, которые я получаю с акций. Вот таким образом работают дивиденды, да, то есть это вот классика получения рентного дохода. Давайте поговорим про дивиденды российских компаний. Непростая ситуация в экономике России, связанная с тем, что у нас сейчас правительство начинает увеличивать налоги, у нас правительство говорит, что нужно внести какие-то добровольные взносы, да, каждому крупному компанию. Опять же, компании, которые выплачивают дивиденды, это не центральные банки, они не могут печатать деньги. То есть количество денег, которыми они оперируют, да, они оперируют с выручки, они оперируют с прибыли, которую получают. Соответственно, любые налоги, увеличение налоговой нагрузки, любые добровольные взносы или недобровольные взносы, да, любые отчисления, которые производит юридическое лицо, оно все равно тем или иным образом идет из чистой прибыли. Потому что есть затраты, есть уже действующие налоги, да, и если нужно заплатить еще больше, то это еще больше берется из чистой прибыли. И, соответственно, эти риски, естественно, присутствуют, да, то есть они никуда не делись, они уменьшают размер дивидендных выплат, они уменьшают дивидендную доходность. Но, как я говорю, и неоднократно об этом заявлял, у каждой медали есть две стороны, орел и решка, да, фронт и реверс. И в этом случае, что мы наблюдаем в настоящий момент? В настоящий момент мы как раз-таки наблюдаем, что, я в этом абсолютно уверен, временно, то есть как это принято в написании, да, подчеркнуть курсивом, выделить. Временно мы находимся в ситуации, когда это необходимо сделать. История показывает, что спецоперации, все войны, которые были в мире, да, они в конечном счете заканчиваются. И начинается нормальная экономическая жизнь, создание прибавочной стоимости, использование ресурсов. И поэтому я понимаю, что это временно. Другой момент я не понимаю, как долго это продлится. И вот в этом видео мы говорили про иррациональное поведение, которое часто присуще в негативных ситуациях, негативных эмоциональных событиях. И то есть что сейчас происходит? Налоговая нагрузка увеличается, располагаемые доходы не растут. Россия не может продавать по рыночным ценам там свои минеральные ресурсы, удобрения, энергоресурсы, металлы те же самые, да, то есть вводятся серьезные ограничения или пошлины там на алюминий из России. И получается, что в принципе все это экстраполируется, все это дисконтируется в текущих ценах на акции российских компаний. То есть что говорят аналитики? Раньше продавали, не знаю, миллион баррелей нефти, да, сейчас будут продавать 600 баррелей нефти. Раньше продавали там по 90 долларов, там не знаю, по 70 долларов за баррель, сейчас будут не до больше 50 долларов за баррель продавать. Общая итоговая выручка уменьшится в долларах? Уменьшится. Размер чистой прибыли уменьшится? Уменьшится. Размер дивидендных выплат уменьшится? Уменьшится. Но если размер дивидендных выплат уменьшится, есть риски, что еще больше увеличат налоги за тем, чем эти акции держать в портфеле, их нужно продавать. и понимаете вот в этом своем иррациональном поведении люди так и размышляют ну то есть я вижу это по комментариям на ю тубе я это сейчас слышал в диалогах которые я провожу с инвесторами то есть принципе все говорят о том а смысл какой да то есть но это же смысла в этом абсолютно никакого нет и это да ну то есть это некие очевидные вещи которые на это влияет но если мы поймем что это временно то нужно понимать что это время тоже пройдет и это пройдет да как говорил царь соломон и когда это пройдет когда эти риски уйдут когда эти дисконтированные денежные потоки будут возвращаться на докризисные уровни они все равно будут возвращаться нужно понимать что мир мировой энергобаланс он таков он не может существовать без россии а зачем нам такой мир если там не будет россии и в этом случае когда это будет восстанавливаться опять же мы не знаем сколько времени это займет мы понимаем что это будет рост но на что я хочу ваше внимание обратить настоящий момент вот сейчас на слайде доходность индекса ммвб в пунктах да сколько это составляет сколько было начиная с 2006 года по 2021 год то есть нужно понимать что даже по итогам 2021 года в пунктах доходность составила 219 пунктов по индексу при этом сейчас индекс ммвб составляет но на момент написания данного каста индекс ммвб составляет 2200 пунктов и нужно понимать что при прочих равных условиях сейчас ну вот в примере с акции которые приводил про дивиденды если я просто куплю индекс и он будет в районе 200 пунктов выплачивать дивидендов я имею возможность получать див доходность 10 процентов кто-то скажет 10 процентов это немного но опять же возвращаясь к слайду нужно понимать что это как минимум там от среднего значения порядка ну почти в два раза больше да то есть если среднее значение было в районе там 6 даже пяти процентов то сейчас я имею доходность в районе 10 процентов в случае восстановления выплаты дивидендов но мало кто учитывает вот какие факты дивиденды помимо всего прочего они еще стерилизует инфляцию то есть если у компания работает в экономике где идут высокие темпы инфляции то компания перекладывает эти издержки на потребителя и соответственно получают больше выручки на уровень инфляции и что мы в этом случае получаем настоящий момент что при восстановлении размера дивидендных выплат мы уже сейчас получаем дивидендную доходность в два раза больше по сравнению со средним значением предыдущие там 10-15 лет может ли быть еще меньше да конечно же может про минусы я рассказал негативная до уменьшение выручки уменьшение чистой прибыли увеличение налоговой нагрузки трэш-трэш-трэш все плохо все 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 ахты но если это временная история пройдет и мы выйдем текущим ну к предкризисным значением до начала специальной операции то в этом случае мы сейчас для себя уже можем моменте зафиксировать дивидендную доходность 10 процентов если сли течение следующих 10 лет дивидендная доходность упадет с 10 процентов как мы сейчас купили то своих стандартных пяти значениях когда это произойдет когда наши активы вырастут в два раза то есть что мы таким образом получаем то есть сейчас купив с текущей див доходностью в районе 10 процентов по мере ухода временных негативных факторов сами акции могут вырасти в цене в два раза а наша дивидендная доходность останется на уровне 10 процентов плюс дивидендная доходность скорее всего будет увеличиваться потому что она будет в себя всасывать негативный фактор инфляции. Это будет еще выше. И таким образом получается, что за 10 лет теоретически мы можем удвоить капитал за счет дивидендов. Как я говорю, пускай в самом худшем случае вот эти вещи, которые я называю временные, курсивом говорю, пускай 10 лет у нас уйдет на то, чтобы восстанавливаться. Ну то есть, чтобы сами активы выросли в цене, и дивидендная доходность пришла к среднему значению в 5-6%. То есть, таким образом, потенциально за 10 лет я могу сделать 100% дивидендами, я могу сделать 100% за счет увеличения стоимости активов. 200% за 10 лет кто-то скажет, много это или мало. Какая инфляция может за этот же самый период? Но опять же, я напоминаю, что инфляционные риски у нас нивелируются тем, что инфляция будет компенсирована дивидендами, и поэтому здесь мы инфляцию, ну скажем так, мы ее нейтрализуем и получаем чистую доходность 20%. А почему, ребята, это важно? Почему нам нужна доходность эффективная в районе 15-20%? Про это я очень много рассказываю на протяжении 3-х часов на вебинаре по поводу того, почему у нас пенсионная система в том виде, в котором она есть, не будет. Посмотреть можете по ссылочке, также указанной внизу под данное видео. Проходите, смотрите, я думаю, будет полезно. Можно? Вопрос в том, какой капитал размещен. Но еще раз, мы сейчас говорим о том, что дивидендная доходность пускай будет на уровне 5%. То есть, если мы говорим о том, что человек хочет получать от дивидендов эффективную доходность, поправка на инфляцию в районе, не знаю, 5%, то разместив 24 миллиона рублей в дивидендные акции с эффективной доходностью 5%, он, соответственно, может получать 100 тысяч рублей в месяц. И что самое удивительное, что год назад для того, чтобы это получить, ему необходимо было вложить 24 миллиона. Сейчас при прочих равных условиях ему для того, чтобы это получить, нужно вложить 12 миллионов. Но, опять-таки, увеличив горизонт инвестирования до 50 лет. То есть, цена вопроса, если на весь тот негатив, который есть вокруг российских компаний, посмотреть с другой стороны, цена вопроса выхода на пассивный уровень дохода за год снизилась в 2 раза. Простым языком, если раньше для того, чтобы человек был финансово свободный, ему нужен был капитал 60 миллионов, сейчас при желании в месяц тратить порядка 500-600 тысяч рублей, сейчас это ему обойдется в 30 миллионов. Если приводить примеры на недвижимость, то же самое. Я не знаю, могла ли недвижимость обеспечить доход стоимостью 60 миллионов рублей, могла ли она обеспечить ему вот этот пассивный уровень дохода. Опять же, я не говорю, что это прямо через год произойдет. Я говорю это про то, что цена входа, она как? Она снизилась в 2 раза, но для реализации нужен какой-то временной промежуток времени. Какое-то время, просто терпение и не дергаться. Каждый решает по-своему. То есть, я говорю, я за это голосую. Если риски есть, может ли быть еще хуже, может ли этот шанс, как ты, Максим, говоришь, снизился в 2 раза, а я подожду, когда он снизится в 3 раза. Кто-то может ждать, но не дождаться. Я таких видел тоже кучу примеров, когда люди пытались дождаться такого шанса, но в итоге не дождались и покупали все это по гораздо более высокой цене. Что ж, друзья, если понравилось видео, ставим свои лайки, комментарии, что вы думаете, стоит добавить в дивидендные истории, пишите обязательно. Будет рациональное зерно, запишем дополнительное видео. У меня на это все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok